Рецепт выпрыгивающей булочки Молоко пол-литра, 4 яйца, яйца и молоко комнатной температуры, 2-3 столовые ложки растопленного сливочного масла, будем использовать чайную ложку соли и вот эти инструменты нам пригодятся для приготовления. Это формочки, в которых будут выпекаться, сито, венчик и посуду, где мы будем все перемешивать. Также духовка наша уже разогревается на 230 градусов. Итак, приступим. Разогреваем наши яйца. Немножко нам миксер не понадобится. Достаточно будет одного венчика, потому что мы будем только смешивать продукты. Все остальное за нас сделает духовка. Итак, яйца с чайной ложкой соли. Я буду делать соленые булочки, потому что буду начинять их начинкой печеночного паштета. Но, если вы хотите сделать... Также их можно есть, например, с борщом, без начинки, пустые. Если вы хотите сделать сладкие в виде клеера, то просто добавьте сахара. Сахара будет достаточно. Но на ваш вкус я добавляю где-то грамм 100-120. И так, чисто взболтались. И затем добавим все наши оставшиеся ингредиенты. Это молоко. Вливаем молоко. И наше растопленное сливочное масло. Все перемешаем. И добавим просеянную муку. Добавим просеянную муку. Добавим постепенно, чтобы было меньше комочков. Тесто должно получиться по консистенции, как такая густая сметана. Даже очень густая сметана. Потому что потом эту смесь мы будем вливать по формочкам. И отправлять в духовку для запекания. Они будут там очень хорошо поднимутся. Будут пышные. И поднимутся так, что в селедку можно добавить любую начинку на ваш вкус. Еще раз сказал. Можно сделать и сладкие, и соленые. У меня сегодня соленые. Потому что эти булочки, часть я начиню паштетом, а часть оставлю просто так пустыми. И мы будем их использовать в качестве белого хлеба булочек с первым. У меня семья любит. Просто потом, каждый день это неинтересно. А вот с булочками вполне даже ничего. Итак, сейчас я введу всю муку и мы вернемся. Все, я взбила, перемешала все ингредиенты. Посмотрите, какое тесто у нас получилось. И сейчас его мы разобьем в нашей формочке. Я уже их приготовила. Если получится несколько заходов, будем втекать 2-3 раза. Просто берем, но наливаем мы в половину. Потому что нужно место, чтобы они поднялись. Смотрите, наполовину наполняем. И так по всем формочкам. Так, смотрите, что у нас получилось. Мы заполнили все формочки. И сейчас отправим их в духовку, которая разогрета на 230 градусов. На средний уровень. Где они будут выпекаться 15 минут? Первые 15 минут они будут выпекаться при температуре 230 градусов. Затем, через 15 минут, мы уменьшим нашу температуру до 180 градусов. И еще будут выпекаться 15 минут. Так что, ждем. Смотрите, как поднялись наши булочки. Прошло 15 минут. И мы убавляем нашу духовочку до 180 градусов. И еще подождем 15 минут. Прошло 15 минут. Смотрите, как поджарились наши булочки. И теперь мы будем их доставать. Смотрите, какая красота получилась. Внутри они воздушные. Туда можно начинить любой начинкой. А сверху поджаренные. И можно и так кушать, и как с начинкой. Смотрите, сколько булочек у нас получилось из половины нашей смеси. Вторая у меня выпекается. Я буду ее начинять. А эти, вот, пожалуйста, смотрите, тоже можно начинять. Они так вот поднялись. Очень хрустящие. Давайте вот одну я разломаю. То есть, слышно, да, хруст? И вот можно ее распрекрасно. Вот сюда можно крем. И там насадочкой. Или просто разрезайте ложечкой чайной. То есть, как вы пожелаете. Хотите с начинкой их употребляйте, хотите без. Приятного аппетита! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!